Самый час пик, дорога прямо на повороте, ну, сверхнавость. И не думаю, что человек может на такое пойти. Пересечение улиц Восточной и Ленинской Слободы. На светофоре пробка. Все объезжают машину на аварийных огнях. Её хозяйка мечется между рядами и умоляет о помощи. Сломалась машина. Прямо она у меня повисла на окне. Она бежала сначала за мной, потом она просто облукатилась на машину. Вот, мне какие-то рассказывала вот этим дрожащим голосом, в слезах. Я уже вызвала эвакуатор, как бы, но мне не хватает денег. Пожалуйста, помогите. Быстро войдя в положение, с каждым может случиться. Евгения Ладанова решилась перевести деньги. Предприняв при этом, как ей тогда казалось, все необходимые меры предосторожности. Она мне позвонила, дала гудок. Мы обменялись телефонами. Она сказала, то есть вам на этот номер переводить. И говорю, да. Я записала её номер. После этого я сфотографировала номер её машины. То, что регион на регистрационном знаке закрыт бумажкой, а карта оформлена на мужчину, Евгения заметила, когда мошеннице и след простыл. Звонки по оставленному номеру остались без ответа. Точно такую же жалостливую историю о заглохшей машине и эвакуаторе услышала и Елена Карижева. Ещё несколько месяцев назад. Всё как под копирку. Девушка была одета очень легко и производила вполне благоприятное такое впечатление. То есть было видно, что ей очень холодно. Ей нужно срочно 4000 наличными, чтобы эвакуировать машину. А её молодой человек или муж переведёт мне это вот буквально тот час. Я не знаю, почему я этому поверила. Неудивительно, говорят эксперты. Мошенники на доверии – настоящие профессионалы своего дела. Психологические приёмы, которыми они оперируют, действуют безотказно. На тех, кто начал слушать. Пристальный взгляд глаза в глаза. Мошенник держит жертву в напряжении. Не даёт подумать. Используется сразу несколько методов. Это и нейролингвистическое программирование, и моменты гипноза. То есть тут сразу несколько происходит взаимодействий, чтобы человек не смог сориентироваться. Кстати, легенды, под которые автомошенники выпрашивают деньги у проезжающих, могут быть разными. Закончился бензин. О том, что срочно нужно поменять стартер, а денег при себе не оказалось. О том, что сейчас оформляются документы. Я заплатил за визу и за билеты, а у меня денег не осталось. Самое неприятное, что такие мошенники отбивают у автомобилистов желание помогать друг другу. Но тут есть рецепт. Если водитель просит конкретной помощи – завести машину или поменять колесо – это, скорее всего, не обман. А вот просьба скинуться деньгами на срочную эвакуацию или ремонт может означать только одно – перед вами дорожные аферисты. Денис, спасибо.